Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Друзья, сегодня у нас трагические новости. Как и многие заболевшие, Анастасия Петрова из Перми сначала все списала на обычную простуду. Ночью 22 марта резко поднялась температура, с утра появилась боль в горле и жесткий кашель. Погрустив, что болезнь совпала с первым днем отпуска, женщина работала главным редактором журнала «Деловой интерес». Она вызвала врача. Отчиталась по телефону о контактах с прибывшими из-за рубежа. «У меня их три, но все прилетели больше, чем 14 дней назад». Выслушала «Ох, черт!» от диспетчера, сообщила Петрова. «Мерю температуру каждые 20 минут. Верю, что это ОРВИ». Участковая, которая прибыла на вызов, пообещала, что приедут взять тест на коронавирус. Попросила соблюдать самоизоляцию, успокоила, что сезон простудных заболеваний никто не отменял. Однако температура продолжала подниматься, градусник показывал уже 39. Процетамол не помогал, для лечения на дому других лекарств не было. В ночь на 24 марта Анастасию госпитализировали в медсанчасть с подозрением на коронавирус. Дальше события развивались стремительно. Первый тест у Насти был отрицательный, а вот второй – положительный. Она знала о нем и ждала третий, рассказывает Стархиту подруга погибшей Анна Яхонтова. Была сильная слабость. Последний раз мы списывали с 27 марта до ее перевода в краевую больницу. Потом она на связь уже не выходила, на звонки не отвечала. О том, как лечили пациентку, красноречивее всего говорят записи Анастасии в социальных сетях, которые сейчас открыты только для друзей. 24 марта. 1 час 18 минут. Что делать? Никто, конечно, не знает. Бардак адовый. 2 часа 44 минуты. Приходили реаниматологи с аппаратом ИВЛ. Очень классные и профессиональные. Ходят в масках для снорклинга. Кстати, помимо масок на рот и нос. Велели продолжать дышать кислородом. И если что, они рядом и будут через 5 минут, если мне станет хуже. Рассказали, как лечили свиной грипп и что в основном к ним привозили беременных. Материли, что скорая на вызовы ездит не в полной защите. Когда врач-реаниматолог задумчиво смотрит в распечатку твоего анализа, это вообще-то очень страшно. Температуру сбили до 38. 25 марта. Утром подслушала случайно совещание врачей в коридоре. Первая МСЧ отменяет все плановые операции в хирургии и перепрофилирует гинекологию подвирусных больных. Меня обсудили тоже. Если корона не подтвердится, в пятницу отправим домой долечиваться. Температура держится вторые сутки выше 38, чувствую себя так, будто постоянно тону в киселе. Никому поэтому не отвечаю, сил нет. Почти 90% времени сплю, все время хочу пить, анализ еще не готов. 26 марта. Медсестры здесь, это какое-то стыдобище. Одна меня зовет жирной распустехой. Вторая в коридоре завопила, что ни за что ко мне заходить не будет. Уже 40 минут прошу поменять белье, не могу из-за этого лечь. И нифига, 38,5, 39, границы моего существования, теста нет. Первый тест на корону, отрицательный. О втором тесте Петрова успела сообщить только близким. 31 марта она умерла от двухсторонней пневмонии. Третий, тоже положительный анализ на коронавирус, пришел уже после того, как женщины не стало. Журналист всегда вела активный образ жизни. У женщины остались двое маленьких сыновей, которых она воспитывала одна, без мужа. Опеку над мальчиками, скорее всего, оформит ее мама.